Бывает, что все было замечательно, все прекрасно, шейка открывалась, женщина рожала, ребенок начал опускаться. И вот в самый ответственный момент мы видим, что начало меняться сердцебиение и понимаем, что этот момент нужно ускорить. Это та ситуация, которая опасна не только для здоровья ребенка, но и для здоровья мамы. Вы не занимаетесь в данной ситуации никакой самодеятельностью, а просто следуете вот этому правилу. Скорая и ближайший роддом. Всем привет! Меня зовут Нина Пипи и сегодня мы с вами обсудим 5 самых опасных моментов, которые могут возникнуть в родах. В нашей онлайн-школе мы вам рассказываем про то, как же проходят физиологичные роды и готовим вас к максимально легким естественным родам. Но защитить каждую из вас от ситуаций, которые могут произойти, мы не можем. Мы решили рассказать вам о том, что же бывает в родах и в каких ситуациях могут возникнуть показания для экстренного вмешательства со стороны врачей. Это необходимо для того, чтобы вы понимали, что такое бывает. И понимание и осознание этих фактов на самом деле снижает градус страха перед этими ситуациями. В конце этого видео, я надеюсь, вы поймете, что эти ситуации встречаются крайне редко. И если соблюдать все правила и все понимать, можно свести к минимуму любые осложнения. Начнем мы с такого диагноза, как острая гипоксия плода, по-другому называется дистресс плода. То есть это та ситуация, которая возникает непосредственно в родах, приводит к тому, что снижается доступ кислорода к ребенку, естественно, сказывается на его самочувствии внутриутробном. Если врач диагностирует дистресс плода, то есть ставит диагноз, что ребенок страдает в данный момент, его задача ускорить появление ребенка на свет. И в зависимости от того, в какой момент диагностируется гипоксия плода, действия врача будут разные. Гипоксия плода, ребенку не хватает кислорода, но он же нелегкими своими дышит. Откуда берется воздух, почему оно происходит? Немножко остановимся на том моменте, что ребенок внутриутробно получает кислород через кровь мамы за счет фето-плацентарного, так называемого, кровотока. То есть плацента, пуповина и ребенок. Через пуповину кровь поступает к ребенку, доставляя ему все питательные вещества и, главное, кислород. Вследствие каких-то проблем в родах, иногда постфактум мы понимаем, что было какое-то тугое обвитие пуповины. Или пуповина просто механически прижималась к какой-то стенке матки во время сильных схваток, и это уменьшало доступ кислорода к ребенку. На самом деле, иногда мы вообще можем не найти причины возникновения этой гипоксии. Иногда бывают ситуации, когда мы заранее, в принципе, можем предположить, что такое возможно в родах, но со 100% вероятностью врач на берегу, грубо говоря, до родов не может сказать точно, будет такая ситуация или нет. Но, конечно, если заранее была диагностирована так называемая фето-плацентарная недостаточность, задержка роста плода, конечно, риск возникновения данной ситуации чуть выше. Еще раз говорю, это риски точно заранее сказать никто не может. Бывают ситуации, когда все было идеально, все хорошо, а в родах возникает так называемый диагноз острой гипоксии, дистресс плода. Допустим, я рожающая женщина, я лежу на кушетке, тут забегает врач и говорит, у нее гипоксия. У меня два вопроса, как он это понял и что делать? Естественно, врач понимает это с помощью дополнительных методов исследований. В родах проводится кардиомониторное наблюдение за состоянием ребенка, то есть записывается КТГ. Каждая беременная девушка знает, что это такое. Вот в родах с помощью этого исследования врач видит по сердцебрению ребенка, как же ребенок себя чувствует. И оценивая данную ленту кардиомониторную, врач может поставить данный диагноз. Еще раз повторяю, задача врача решить, каким образом быстро родоразрешить женщину. И в этом случае есть два варианта. Если острая гипоксия возникла в момент, когда нет полного раскрытия шейки матки, в этом случае невозможно роды провести настолько быстро для того, чтобы ребенок родился максимально здоровым. Поэтому в этих случаях прибегают к экстренному кесарево сечению. То есть врач обычно рассказывает, что вот в данный момент вашему малышу плохо, он испытывает гипоксию, так как у вас еще до родов много времени, грубо говоря, то мы должны сделать кесарево сечение вот прямо сейчас. Это обычно та ситуация, которая не терпит никаких отлагательств. Поэтому решение принимается быстро. Ситуация, забегает врач, говорит, срочно кесарево, гипоксию у плода. В этот момент роженица, скорее всего, думает, что все пропало, ребенок умирает, все плохо. Может ли роженица думать о негативном исходе родов? Если вам доктор говорит, что вот возникла такая ситуация и нужна экстренная операция, в этом случае, если вовремя сделать, вовремя предпринять те меры, которые необходимы, то все будет хорошо. Поэтому в этот момент вы можете только довериться врачу и в абсолютном большинстве случаев все хорошо, рождаются здоровые детки. Вторая ситуация, когда диагностируется так называемый дистресс плода в момент прохождения ребенка через родовые пути. Когда уже случилось полное раскрытие шейки матки, то есть это второй период родов. Когда ребенок начал опускаться по родовым путям, то есть до родов остается совсем немножко. То есть это, если продолжать естественные роды, то ребенок родится в течение ближайших 20-30 минут, если ничего не делать. Это ситуация, когда головка ребенка уже находится в полости таза. В этой ситуации кесаревое сечение провести очень травматично и практически невозможно, потому что ребенок уже довольно низко. Но, естественно, у ребенка нет этих 20-30 минут. И в этой ситуации врач рассказывает о том, что возникла такая ситуация, ребенок начал плохо себя чувствовать внутриутробно. И для того, чтобы ускорить рождение ребенка вот в этой ситуации, у нас есть такой метод, как вакуум-экстракция ребенка. Называется, на самом деле, немножко страшно, но бояться этого метода не нужно. Этот метод распространен во всем мире и считается одним из самых бережных методов для рождения ребенка в такой экстренной ситуации. Специальная чашечка вакуум-экстрактора, она мягкая, у нее есть там внутри пролоновая прокладка. И за счет специального механизма создается отрицательное давление. И вместе с вашими потугами врач помогает специальными движениями ребенку рождаться. На самом деле, вокруг этого метода ходит множество различных мифов, и многие его боятся. Но правильно и вовремя примененный данный метод рождения ребенка приводит к рождению абсолютно здоровых детей. Еще раз повторяю, к нему прибегают в момент острой необходимости. Поэтому просто так вам предлагать вакуум никто не будет, потому что если все хорошо, вы продолжаете тужиться, и в какой-то момент родится ребенок. Но если возникает ситуация, когда этот момент нужно ускорить, то вакуум является лучшим решением. Сколько вот времени есть у роженицы, когда ей сказали, что внутриутробно у ребенка началась гипоксия? Со 100% вероятностью никто не может этого сказать. Поэтому, когда диагностируется данная ситуация, задача врача максимально ускорить этот процесс. И еще раз говорю, в зависимости от того, в какой ситуации возникла гипоксия, врач принимает решение. Например, многие говорят, вот мне сделали вакуум, а почему мне не сделали кесаревое сечение? Мне хочется сказать, что это совершенно разные методики, и они применяются в разной ситуации. И заранее, еще раз говорю, предсказать этот момент бывает невозможно. То есть, бывает, что все было замечательно, все прекрасно, шейка открывалась, женщина рожала, ребенок начал опускаться. И вот в самый ответственный момент мы видим, что начало меняться сердцебиение, и понимаем, что этот момент нужно ускорить. В этот момент накладывается вакуум, рождается абсолютно здоровый ребенок. Это вовремя примененная методика, она спасает. Может ли как-то женщина помочь своему ребенку в момент прохождения родовых путей побыстрее появиться на свет? Да, несомненно. В первую очередь нужно сохранить спокойствие и правильно дышать. Потому что если мама впадает в панику, начинает кричать, бояться, и это, наоборот, приводит к выбросу, резкому выбросу адреналина, и это еще больше сужает сосуды и еще усугубляет гипоксид. Задача мамы в любой ситуации максимально сохранять спокойствие, правильно дышать, для того, чтобы с вашей стороны вы были максимально расслаблены и обеспечивали полный доступ кислорода к ребенку. В нашей школе есть бесплатный вебинар, на котором мы рассказываем, как же правильно себя вести в родах, для того, чтобы максимально себя обезопасить. И со своей стороны сделать все, что можно для того, чтобы избежать различных ситуаций в родах. Ссылку я оставлю в описании, приходите обязательно, это будет вам очень полезно. Если вакуум-экстракция такая безопасная и отличная, почему ее постоянно не применять? Это метод для того, чтобы ускорить рождение ребенка. А я хочу по-быстрому отстреляться. Такого не бывает. Конечно, любая манипуляция должна производиться только по показаниям. Главное правило врача – не навредить. То есть это вредит? Мы применяем о том, что любая манипуляция, которая сделана без показаний, она вообще не оправдана. Мы применяем любые манипуляции только в случаях, если что-то пошло не так. А может она как-то вытянуть ребенка или шейку навредить или голове? Многие боятся действительно этого метода. Естественно, в родах объясняем, что мы будем делать. И зачастую сложно за эти несколько минут еще все рассказать про эту методику. Но это мягкая чашечка, которая механически навредить ребенку никак не может. Одна из опасных ситуаций в родах, которая встречается очень и очень редко – это выпадение петель пуповины. Очень редко – это сколько? Один случай на тысячу? Еще реже. На миллион? Не на миллион, конечно. В твоей жизни было это? Да, в моей практике было это. За 10 лет всего несколько раз. А что же это такое? К моменту доношенной беременности головка ребенка прижимается к обходу в малый таз очень плотно. И не дает никаким другим частям ребенка в момент начала родовой деятельности или когда изливаются воды, идти перед головкой ребенка. То есть головка продвигается родовым путем первая. Но иногда встречается такое, что при излитии околоплодных вод, когда воды изливаются, некоторые петли пуповины выпадают, и в последующем головка ребенка будет прижимать эти петли пуповины к стенкам таза, что будет вызывать гипоксию ребенка. Допустим, случилась такая ситуация, идут роды. Во-первых, как вы замечаете, что вот это выпадение петель происходит? Что делают акушеры в этот момент? Ну, после излития вод врач осматривает роженицу для того, чтобы диагностировать, опять же, расположение ребенка. И вот в этой ситуации можно диагностировать выпадение петель пуповины. Это является показанием кесаревого сечения, потому что по-другому никак в этой ситуации не поступишь. Допустим, смотри, я рожаю, врач заходит в кабинет, начинает кричать, это выпадение петель пуповины. Какая вероятность на хороший, плохой исход? Во-первых, еще раз врач заходит, осматривает пациентку, только после этого может диагностировать данную ситуацию и рассказывать о том, что в этой ситуации нужно экстренное кесаревое сечение. Еще раз действует то правило, если все сделать быстро и вовремя, то исходы будут хорошие. А вовремя, быстро это? Это прямо сразу. Женщину сразу везут в определенной позиции, в операционную, для того, чтобы как можно скорее сделать кесаревое сечение. Имеет ли женщина в этом случае какие-то говорить врачу фразы по типу «Я хочу без кесарева», «Давайте поговорим?» Это вот та ситуация, когда это практически невозможно. Без согласия женщины ни одна манипуляция не проводится, но ни одна женщина не откажется в такой ситуации от кесаревого сечения, потому что на кону жизни ребенка. Следующая ситуация, которая может возникнуть, это преждевременная отслойка нормальной расположенной плаценты. Еще раз я буду каждый раз оговариваться, что это одна из самых редких ситуаций, которая возникает в акушерстве, но при этом одна из самых опасных. Это та ситуация, которая опасна не только для здоровья ребенка, предыдущие ситуации были опасны именно для здоровья ребенка, но и для здоровья мамы. Поэтому своевременная диагностика этой ситуации, своевременное обращение к врачу является залогом вашего здоровья и вашего ребенка. Что же это такое? Плацента, которая прикрепляется к стенкам матки, через которые обеспечивается кровоток между мамой и ребенкой, она функционирует вплоть до рождения ребенка. И только после того, как ребенок родился, плацента отслаивается от стенок матки и выделяется. Есть крайне редкие ситуации, когда, к сожалению, по каким-то причинам плацента начинает отслаиваться еще до появления ребенка на свет, а то и вообще вне родовой деятельности. Как же диагностируется и как можно заподозрить, что такое произошло? Это обильные кровяные выделения. Проявляется как кровотечение, то есть из половых путей выделяется много яркой крови. Это та ситуация, когда вы, несомненно, сразу должны вызвать скорую помощь, и только скорая помощь может отвезти вас в самый ближайший родительный дом. Самим ехать в роддом ни в коем случае нельзя. Там сразу же проводится кесарево сечение, и опять же, если все это проводится очень быстро, то никаких последствий ни для здоровья ребенка, ни для здоровья мамы не будет. Где вот эта грань? Обильные кровотечения и необильные кровотечения? Есть в родах такая ситуация, когда начинаются схватки, и женщины отмечают отхождение слизистых выделений с прожилками некоторыми крови, розоватыми прожилками, коричневатыми выделениями. Это немножко другое. Про это мы рассказываем и в нашей онлайн-школе, и врачи на приемах рассказывают, что выделение слизистой пробки с некоторыми прожилками – это является вариантом нормы. Мы говорим сейчас не про это. При отслойке плаценты выделения очень яркие – это яркая красная кровь. Как из носа? Как из носа. И в принципе она жидкая, и ее много. При любых ярких кровяных выделениях ваша задача – срочно обратиться к врачу. Самим себе ставить диагноз ни в коем случае не нужно. Не дай бог, конечно, у меня случилась такая ситуация. Я вызвал скорую. Скорая там едет 15 минут. В больницу там, не знаю, сделали 15 минут, пока положили. Вот полчаса, час – это во время недостаточно? Нужно ли переживать? Как вести себя маме, чтобы отсрочить этот негативный исход? Единственная задача мамы, если такое произошло, быстро вызвать скорую и максимально стараться правильно просто дышать, успокоиться и не переживать. Потому что переживания по этой ситуации не помогут. Плаценты не отслаиваются вся одновременно. Это бывает частично, поэтому ребенок все равно продолжает получать этот кислород. Поэтому не нужно думать, что тут все пропало и все страшно. У меня в практике был один случай, когда у девушки начались кровяные выделения, такие дома. Она мне позвонила, и первое, что я сказала, сразу вызвать скорую помощь. Естественно, наш родильный дом был не ближайший для нее, и она сказала, нет, ни в коем случае, я сама поеду, хочу там только в вашем роддоме. Я по телефону ей очень долго объясняла, что ни в коем случае этого делать нельзя, что нужно вызвать скорую и только в ближайший роддом. В этой ситуации самое важное – это скорость. Она меня послушала, вызвала скорую, поехала в ближайший роддом, где сразу делали кестрое сечение, все хорошо, мама здорова, ребенок здоров. То есть вы не занимаетесь в данной ситуации никакой самодеятельностью, не едете сами в роддом, а просто следуете вот этому правилу – скорая и ближайший роддом. А сейчас я хотела бы рассказать про послеродовое кровотечение, опять же, опасных ситуаций, которые могут угрожать здоровью мам. И про это нужно знать. В нашей онлайн-школе я рассказываю про третий период родов, то есть про рождение ребенка и после рождения ребенка через какое-то время плацента отделяется и рождается. После рождения плаценты акушерка или доктор проводит следующую неприятную манипуляцию. Проводит такой наружный массаж матки, то есть надавливают на живот для того, чтобы определить, насколько матка плотная и хорошо сократилась. Это не очень приятная манипуляция, всегда вызывает такие недоумения со стороны девушек, но она необходима. Объясню почему. Матка – это одна большая мышца. После того, как ребеночек родился, плацента тоже родилась, матка должна сократиться максимально. Бывает такое, что после родов, в связи с какими-то там причинами, матка может расслабляться. Скапливается много кровяных выделений и за счет этого еще больше она расслабляется. Именно для этого врачи проверяют, насколько матка хорошо сократилась и какой объем кровяных выделений после родов. Входит ли он в нормативные так называемые значения. И в случае, если матка расслабляется и не сокращается, в этом случае необходимы те манипуляции, которые помогут матке хорошо сократиться и эти манипуляции также должны быть проведены в кратчайшие сроки. И это так называемое ручное обследование матки. Проводится оно под внутривенным наркозом, если не было эпидуральной анестезии в родах или на фоне эпидуральной анестезии, если она уже была проведена. Доктор осматривает внутреннюю поверхность матки, удаляется густки. Вследствие этих манипуляций матка хорошо сокращается. Естественно, вводят специальные препараты, окситоцин, а также есть более сильные препараты, которые приводят к быстрому и сильному сокращению. Все эти манипуляции направлены на то, чтобы прекратить кровотечение. Вовремя диагностированная данная ситуация снижает риск кровотечения и большие кровопотери в родах. Поэтому осмотры после родов, они необходимы. Вот мы четыре ситуации разобрали, и ты во всех из них говоришь пристальный контроль, вовремя диагностировано. Складывает ситуация, что врач-акушер будет прям секундно стоять и возле меня, и проверять, все ли у меня хорошо. Конечно же, я понимаю, что это не так, так не бывает. А как вот это вовремя получить? На самом деле это абсолютно реально, потому что в родах происходит постоянный контроль. При поступлении каждой беременной в родильный дом, у нее собирают анамнез, выявляются группы риска. Например, то, что я рассказывала про гипоксию. Здесь нужно понимать, что она выявляется с помощью кардиомониторного наблюдения. Оно записывается у всех с разной кратностью. То есть если все хорошо, все физиологично, мы не записываем постоянно КТГ. Девушки обычно гуляют в родах и записывают его с определенной периодичностью. Когда врач видит, допустим, зеленые околоплодные воды, такая ситуация в родах, она требует более тщательного кардиомониторного наблюдения. В этой ситуации просят просто чаще и дольше его записывать. Роды могут длиться 14-15 часов. Такого нигде в мире не бывает, что 14 часов от женщины не отходит доктор. Это невозможно вообще обеспечить. И это абсолютно нормально, потому что, еще раз говорю, большинство родов протекают абсолютно физиологично. Задача врача вовремя и в нужное время поставить и оценить кардиомонитор. Кардиомониторные аппараты оснащены специальными датчиками. И если там меняется сердцебиение, начинает пищать, это вызывает средний медперсонал в ВОКС. И уже тот, кто видит, вызывает доктора. То есть обычно с этим нет никаких проблем. И остановимся на одном очень важном, серьезном осложнении беременности, таком как преклампсия. А бывает умеренная преклампсия, которая требует амбулаторного наблюдения и лечения. Но тут важно не упустить тот факт, когда необходимо срочно обратиться к врачу, для того, чтобы не столкнуться с более серьезными осложнениями. Это те случаи, когда повышается артериальное давление и появляется головная боль. В этой ситуации вы не занимаетесь самолечением, а срочно вызываете скорую и вместе с скорой направляетесь в родильный дом, где вас полностью будут дообследовать и лечить. Если я прихожу в роды с преклампсией, возможно ли успешное завершение родов? Есть разные степени тяжести преклампсии. Есть ситуации, когда женщины быстро реагируют на проведенное лечение, стабилизируются цифры артериального давления, нормализуются все показатели. И в этом случае возможны естественные роды. Но есть случаи, когда артериальное давление не стабилизируется, и лечение неэффективно. В этом случае тяжелая преклампсия является показанием для кесарево сечения. Я правильно понимаю, что высокое давление в родах – это достаточно неприятно? Это одно из самых серьезных осложнений, которое может возникнуть. Поэтому только под наблюдением врача и тщательным лечением можно находиться с таким диагнозом. Может ли что-то сделать роженицей для того, чтобы уменьшить уровень своего давления? Несомненно, сейчас есть очень точные методы диагностики. Во-первых, в первом скрининге выявляются группы риска пациентов, у которых есть высокий риск преклампсии. В этом случае назначается специальный препарат в течение всей беременности, который снижает риск возникновения данного осложнения. То есть врачи, которые ведут беременность, они заранее, благодаря этим исследованиям, знают, что есть группа риска, которую более тщательно нужно обследовать и наблюдать. Обычно мы предупреждаем данных пациентов о том, что нужно в домашних условиях тоже постоянно контролировать артериальное давление. И все знают те тревожные симптомы, которые необходимы для срочного родоразрешения. То есть если у вас на фоне проводимого лечения, которое вам назначили, все равно повышается артериальное давление и еще хуже вы чувствуете головную боль вместе с этим, это является поводом для срочного обращения в роддом. Тем самым мне хочется сказать, что все, что я описала, это, несомненно, опасные ситуации, которые могут возникнуть. Но если все вовремя диагностировать и вовремя принять нужные меры, то исходы будут самыми благоприятными. Пишите свои вопросы в комментариях, мы с радостью на них ответим. С вами была Нина Пепе. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие видео. До новых встреч. До свидания.